МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ужасно быстро летят годы. Представьте себе, 28 ноября 2023 года антитопору 10 лет. А начиналось все далеко не с азербайджанцев, а с армян, которые возобнили из себя праведниками мира и со скрытыми лицами внедряли российским армянам в сети чужую культуру типа лесгинок и черкесок. Из-за чего мне пришлось вбешаться, войдя в их образ. Оскорбляя армян, не желающих принимать навязанную им чужеродную культуру. Причем оскорбление проявляется в трусливой форме, например, с закрытыми лицами. Но я не хочу брать с них пример. Я армянин и горжусь этим, и не собираюсь спрятать свое лицо, говоря правду. Для того, чтобы сказать правду, для мужчины армянина паранжа ни к чему. Или арафатка. Кстати, это кофе называется, если кто не знает. Поэтому я снимаю эту паранжу с себя, или кофе, как я уже сказал. И снова с вами здороваюсь. Добрый вечер. Я Вадим Арутюнов. В эти самые арафатки, в эту самую чадру, которую они носили, скрывая свои лица. Вот и я вошел когда-то в этот образ. Правда, я быстро вышел из этой самой чадры, но в образе до сих пор остался. Дальше больше. Нужно было обратить свой взор на восток, на деспота, который сказал историю и культуру армян, Алиева и его фондажеров. Итак, по сей день. Я горжусь, что был первым, кто этим занялся в сети, и еще больше горжусь, что до сих пор занимаюсь, несмотря на предательства, кляузы, оскорбления и прочее. Также приятно, что подобных антитопоров становится больше в армянском сегменте. Жаль только, что они не вовремя, но уверен, все еще впереди. Вам, зрителям, тоже спасибо за лайки, подписку, поддержку, в том числе донатами. Некоторые из вас высылают донаты, и это тоже дает возможность антитопору существовать до сих пор. Спасибо любознательным зрителям, что из года в год приобретают мой календарь вокруг света армянского. Это сложная работа, но когда вы покупаете этот календарь, мне ваши деньги дают возможность снимать армянский след, а вы взамен получаете кладезь знаний по армяноведению на каждый день по датам и годам. Уверен, вы соберете отличную коллекцию. Заказать его вы сможете, пройдя по ссылке под этим самым выпуском. Тут так и написано «заказать календарь». Заполните купон и вместе с чеком и оплатой вышлите далее. Если же вы живете за пределами России, то напишите на электронную почту, которая там же указана. И мои помощники вам напишут, как заказать календарь в Европу, Америку, другие страны, СНГ. Ну что ж, теперь перейдем к обычным нашим темам и тема нашего взаимоотношения России и Армении сегодня. Я бы вас попросил не только самим послушать тему, подписаться на канал и поставить лайк, но и поделиться этим самым выпуском с товарищами, друзьями, особенно русскими друзьями. Правду должны знать все. Она нынче в тренде, даже в условиях информационной войны. Итак, на фоне обострения отношений между Ереваном и Москвой, я часто слышу обоюдные упреки, кто кому чего должен, сколько и за что. Мне не нравятся эти разговоры, потому что армяне никогда не были никому ничего должны. Этот народ весьма благодарный. И он никогда не был неблагодарным. И я бы хотел, чтобы отдельные люди расчесывали моих соплеменников не тем же гребнем, что и многих других народов они расчесывают, которые действительно должны быть благодарны России не только за свое существование, но и за свое рождение, и за то, что им имя дали, и за образование, обучили грамоте, передали свой алфавит, культуры снарядили, сборной маломальские приближенные, фамилиями наделили, и даже рулон бумаги в туалете повесили. Я имею ввиду не только азербайджанцев, но и ряд других народностей, нетрудно догадаться каких. Что касается армян, то тут остановимся подробнее. В одном из предыдущих выпусков я говорил со ссылкой на источники об армянах, воспетых в эпосах и сказаниях народов мира во всех материках. Желающие могут ознакомиться. Не упомянул я разве что только Россию по той простой причине, что история армяно-русских связей, причем военных связей, уходят в более глубокие корни и сопровождают историю России со времен Древней Руси и до наших дней. Без преувеличения. Как и в прошлый раз, вы можете также запастись бумагой и карандашом, чтобы зафиксировать мои слова и проверить в любых нейтральных для вас источниках. Тех источниках, которым вы доверяетесь. Естественно, кроме армянофобских, азербайджанских и так далее. Лично я считаю, что история армяно-русских связей началась с дохристианской Руси с 970 года. И началась история с баталии, когда византийский император армянин Аванес Цемшкик или на русский лад Иоанн Цемисхий в 970 году послал своего зятя Варту Склира, тоже армянина, вытеснить войска русов из Фрайкии, а через год осадил и крепость Доростулу, Силистра, ныне город на Дунае, где после нескольких упорных сражений разгромил великого киевского князя Святослава I. Цемисхий и Святослав в конечном итоге исключили перемирие, в котором оружие, доспехи и продовольствие были обменены на уход голодной Руси. А спустя еще некоторое время Цемисхий и Святослав были уже союзниками и помогали друг другу при нашествии инородцев. О мире Святослава с Цемисхием писали много литераторов и художников, среди которых Клавдий Лебедев и его известная работа Святослав встречается с Цемисхием. Кстати, эта встреча была на Дунае в Селистре, город, который находится нынче в Болгарии. В прошлом году я посетил это знаковое место в городе Селистра и по сей день живут армяне, есть там и церковь армянская, и улица армянская, много армянских заведений, фамилий, но речь сейчас не о них. Далее, если обратиться в 86-й том энциклопедического словаря Эфрона и Брокгауза, вышедшего в Санкт-Петербурге в 1890-й по 1907-й годы, то в статье армяне на Руси и в Польше Эфрон и Брокгауз пишут, что армяне на Руси были преданы ей. Также, цитирую, в 15-м веке армяне уже отличаются в военной службе. Так, например, известно, что они храбро сражались в литовском войске Витовта при Грюнвальде и Таненберге в 1410-м году. Также, в этом же энциклопедическом словаре есть следующие строки. Армяне тоже отличались образованностью и никогда не уклонялись от общественных тягостей и налогов. Они всегда верно служили той стране, в которой находили приют. В средневековой Руси, когда страна сражалась против татарских орд с востока, отличились армянские пушкари. В честь этого события один из девяти пределов храма Василия Блаженного в Москве, построенного в период с 1555 по 1561 годы, Иван Грозный повелел назвать именем святителя Григория, просветителя Великой Армении или просто Григория Армянского. Про императорскую Россию и говорить-то не приходится. Армяне были самым многочисленным военным сословием из нацменьшинств неславянского происхождения. За немногим им уступали грузины. Сохранились списки сотен армян, генералов и офицеров, дворян царской России, отличившихся в боях в русско-османских, русско-персидских, русско-кавказских войнах. Ничего армянам на блюдечке не преподносили. Каждая победа, которая давалась России в вышеперечисленных войнах и которая способствовала в том числе интересам армянского народа, а эти интересы чаще всего совпадали с русским народом, армяне активно принимали участие, их представители командовали целыми гарнизонами и шли вместе с русским народом к общей победе. И так до тех пор, пока новые правители России не сдавали обратно эти земли некогда общим врагам. Причем земли не только армянские, но и русские, или земли русских интересов, если так угодно. Те же генерал Андроник Азанян и Горегин Жде воевали против Османской империи в составе русской имперской армии и награждены были орденами российскими ее крестами. Не армянскими, никакими либо, хотя и они тоже были, но в основном российскими крестами. К примеру, некоторые головы на Украине называют колорадскими жуками россиян с георгиевскими ленточками. А в России те, кто так называют георгиевские ленточки, приспешниками фашистов. Но при этом в той же России никому в голову не приходит, что если Нжде был фашистом, то не странно лишь, что он был награжден аж двумя орденами георгиевских крестов или лент, как угодно. И почему в братской нам Болгарии стоят памятники Андронику Озаняну и Горегину Нжде, названные улицы и площади в честь этих военачальников, развешаны мемориальные доски на их домах в Софии, в Арне, в Бургасе, в Пловдиве. А в России окрестили этих людей фашистами только потому, что Турция и Азербайджан того захотели. Было бы странно, если бы они того не хотели. Но вернемся назад по времени и вспомним те же наполеоновские войны, в котором отличился Давид Делянов, Давид Далакян, отец министра просвещения Российской империи Ивана Давыдовича Делянова. В 1806 году, командуя российским полком, Делянов захватил Фридланд в Бородинском сражении, был одним из важных военачальников Кутузова. В Карабахском направлении князь Валериан Мадатов Рустом Мадатян, уроженец Карабаха, тоже участвовал в войне с Наполеоном. И именно он впервые взял для России город Вильну, ныне столица Литвы Вильнюс. Участник русско-персидской войны 1826-1828 годы. В 1826 году он разбил персов при Шамхоре, вытеснил Назара Алихана из Елизаветполя, помог Паскевичу одержать победу над Шах-Аббасом Мерзой и занять крепость Шуши. То есть и Карабах на блюдечке армянам не преподносил никто. Они также за него проливали кровь, как и русские. Толстой говорил о Мадатове. Бешеный храбрец армянин, генерал-майор, князь Мадатов в Отечественную войну в Париже известный под прозвищем Бранс-Дюб-Карабах принц Карабахский. Далее. Князь Василий Бебутов Васил Бебутян. Его славой послужил Крым и кровопролитная битва 24 июля 1854 года при селении Кюрютере, где с 18-тысячным отрядом он нанес решительное поражение 60 тысячам турок, бывших под начальством Мушира Зарифа Мустафа Паши. У обращенного в бегство неприятеля взято 15 орудий, 16 зарядных ящиков, 2 знамени, 4 штандарта, 20 значков и более 2000 пленных. Подвиг этот прославился в солдатских и народных песнях, а император Николай I, получив донесение по рассказам кавказцев, выразился так. Князь Бебутов хочет удивить меня победой, удивлю же я его наградой. За Крюкдарское сражение Бебутов 9 августа 1854 года получил орден святого Андрея Первозванного в чине генерала-лейтенанта и награда почти беспримерная. Далее князь Мовсес Аргутян, известный под именем Моисей Аргутинский Долгорукий. Отличился в русско-персидской войне. Кстати, именно он, а не Грибоедов, переселял армян из Персии в историческую Армению, откуда в свое время, за 200 лет до этого, Шах Аббас выселил армян. Грибоедов документально оформил, а Аргутян занимался переселением. В 1842 году руководил самурским отрядом, получив прозвище Самурский Лев, дав отпор шиитам персидским. Был назначен дербенским военным губернатором, а также командующим войсками в Прикаспийском крае. Ну, в общем, вот так по нему. Далее Арзас Тергукасов. Его дивизия разгромила турок в русско-турецкой войне 1877-1878 годы и освободила города Баязет и Алашкет. Именно Тергукасов положил у ног русского императора эти два города, которые через 45 лет большевики снова отдали Турции, лишив части Западной Армении ее исконных жителей армян. Далее Михаил Тариелович Лорис Меликов, министр внутренних дел Российской империи, автор первой Конституции России, почетный член Российской Академии Наук. Или Борис Шелковников, настоящее имя которого Бейбут Метаксиан. Во время русско-турецкой войны 1877-1878 годы силами вверенных ему войск сорвал планы турок по захвату Сочи, а затем перейдя в контрнаступление покорил Абхазию. Это лишь малая часть имен от того большого списка армян генералов Российской империи, коими гордятся и армяне и русские. А Отечественная война 1941-1945 годы за подвиги в Великой Отечественной войне звания Героев Советского Союза получили 99 армян. Чисто армян. Не граждане Армянской СССР, а именно армян. Еще трое армян за заслуги в послевоенные годы. Еще 26 армян после войны стали полными кавалерами Ордена Славы всех трех степеней. 86 армян генералами, 9 адмиралами, также армяне дали маршалов СССР. Сравните теперь с числом подвигов и званий героев СССР с теми, что нынче гоголем ходят, подняв хвост. Им приходится говорить не о героях азербайджанцах, а о выходцах из Азербайджанской СССР. А это удобнее, так как они разных национальностей. Эх, плохо Русь матушка кое-кого взрастила и воспитала. Ой, как плохо. Ребенок вырос и ушел к отцу турецкому. Лишь иногда к Руси матушке возвращается, чтобы ненадолго навестить, походить также к гоголям, хвостом вильнуть и снова к отцу сбежать турецкому. Отецкому.